привет ну чё зашли вам обзорчики по реалами я вижу прям на ура идет и наконец-то самый быстро растущий бренд девятнадцатого года но если верить аналитическим данным представил свой флагман да вот этот реалми x2 pro и во все трубы уже трубят что x2 pro рвет конкурентов за свои бабки мы будем разбираться и конечно же тут не все так однозначно в россии официальная цена 35 тысяч рублей за среднюю версию там скидки какие-то есть 33000 если брать в первый день но 35 да есть вот эта цена за эти деньги мы получаем snapdragon 855 плюс 6 8 либо 12 гигабайт оперативной памяти стандарта lp ddr4 x а также встроенная память 64 128 либо 256 гигабайт и здесь надо учитывать младшая версия получила память стандарта ufs 2.1 а вот 128 и 256 уже ufs 3.0 именно поэтому в россии официально будут продавать сначала только среднюю версию это 8 плюс 128 гигабайт она и стоит 35 тысяч рублей а чуть позже привезут максимальную которая обойдется уже в 40 тысяч рублей это правильно потому что у нас сяомишников уже столько и адептов форма 4pd что не проведешь народ китайцы не позиционируют новинку как игровой смартфон хотя с таким камнем это очевидно так естественно он греется это первая оговорка долгая нагрузка троттлинг имеем в принципе все как у конкурентов но тем не менее китайцы как бы тебе говорят да играть можно но тут без претензий пожалуйста плюсом здесь есть система жидкостного охлаждения внутри ну и вот прям ух в antutu вот эта штука набирает 491 тысячу баллов почти 500 тысяч это много в общем один обязательный пункт для флагманов здесь выполнен это мощное железо но что еще по начинке во-первых сюда установили двойную антенну которая позволяет подключиться одновременно и к вайфай и к лте сетям для более стабильного соединения допустим в онлайн гейминге это пригодится либо чтобы смотреть какой-нибудь n сериальчик очень долго хотя честно говоря я не знаю для чего это нужно вот на практике вы можете в комментариях написать и самое главное вибромоторчик точнее система схожая с айфоновской пикселевской в общем отличная вибрация очень приятный отклик называется вибромоторчик tactile engine такой вот тактильный движок и меня радует то что китайцы на это обращают внимание стали по крайней мере потому что действительно приятно теперь пользоваться что по дизайну без изяществ вполне себе стандартный вид для любого флагманского смартфона спереди и сзади стекло gorilla glass 5 рамка алюминиевая с правой стороны кнопка питания с левой стороны качелька громкости в очередной раз могу это похвалить это действительно удобнее чем когда все кнопки на одной стороне блин когда это прекратят делать ну и два цвета это синий и белый и да в россии будет продаваться только синяя версия также могу отметить несмотря на то что заднее стекло у нас два с половиной д спереди закругление не такие сильные как каких-нибудь huawei или самсунгах это наверное в производстве дешевле но лично для использования это намного лучше также с правой стороны слот для двух наносим карт нельзя поставить micro sd зачтем это как минус однозначно потому что кому-то надо снизу у нас тайп си юсб 20 джек три с половиной есть а также динамик и на удивление здесь стерео сверху огромная решетка динамика предлагаю звук сравнить с 11 айфоном все-таки таким эталонным считается хотя мы уже пиксель 4 ты послушали там тоже космос но тем не менее сушки ну хороший звук он однозначно чуть похуже чем на айфоне но по громкости такой же басы тоже есть молодцы ну и возвращаясь к внешнему виду смартфон не обсудили мы только заднюю часть где расположилась четыре камеры вертикально а также надпись real me который ленивый уже не сказал что она в необычном месте вообще наверняка дизайнеры сделали для того чтобы был виден логотип когда ты звонишь по телефону и все вокруг знали что у тебя real me но необычно экранчик супер амолед 6 с половиной дюймов разрешение 2400 на 1080 то есть это full hd плюс где-то 402 точки на дюйм максимальная яркость 1000 нет а еще в настройках можно отключить мерцание точнее уменьшить его это для съемок очень важно бывает ну и конечно тонкие рамки по краям снизу небольшой подбородок и еще раз повторюсь то что никаких скосов это тупо удобнее вообще по поводу яркости у нас есть вот такая штука экспонометр и если мы прикладываем к белой картинке его на этом телефоне он показывает максимум 600 нет если мы приложим его к айфону там будет 800 производители часто завышают эти цифры но тем не менее вот этот экран действительно очень яркий но не ярче чем у айфона к тому же есть поддержка hdr 10 плюс dc ip3 имеем always on display есть на экране наклеена пленка который идет с завода хотя перед замерением всеми естественно сняли но выделяет смартфон все не это здесь экран 90 герц и сколько вы знаете смартфонов с таким экраном ну ван плюсы новые пиксель 4 нубе игровая новая 3 и рокфон там 120 герц и на этом все и за такую цену за 35 тысяч 90 герц экран понятно что это не 120 но большинство прутся от 90 герца говорят что на 60 герцовые смартфоны потом переходить вообще не хочется еще одна крутая вещь это сканер под стеклом и это один из самых быстрых и точных сканеров которые вообще когда-либо видел трогал и держал это при вас уже третий раз четвертый раз просто без ложных срабатываний и очень быстро естественно есть разблокировка по лицу с помощью верхней камеры которая находится в каплевидном вырезе но я уже не раз говорил надежности вот такого метода разблокировки лучше им не пользоваться понятное дело что когда экран тебя 90 герц то батареечка уходит и улетает быстрее и у пикселя 4 это огромная проблема там она тает на глазах уже к середине дня у тебя просто ее нет здесь аккумулятор на 4000 мАч не сказать что телефон держит прям вот супер его хватает до вечера но и это третий важный пункт быстрая зарядка и быстро это мягко сказано реалми позаимствовали у по технологию зарядки супер вук 50 ватт зарядник идет в комплекте 50 просто вдумайтесь в эту цифру с 0 до 100 процентов телефон заряжается за 35 минут вот такие технологии нам нужны и наверное из-за такой быстрой зарядки сюда не поставили беспроводную но не зачесть это в минусы нельзя ну и на финалочку я оставил камера не потому что это какое-то прям главное достояние скорее наоборот здесь четыре модуля основной на 64 мегапикселя это samsung isa cell g w 1 основным модулем вы пользуетесь чаще всего поэтому он здесь самый нормальный 18 диафрагма и на выходе получают фотографии разрешением 16 мегапикселей хотя есть режим который позволяет фотографировать 64 мегапикселя вроде бы сенсор и флагманский но сейчас его ставят вообще куда угодно даже в среднем бюджетной модели тот же real mixte далеко ходить не надо днем он фотографировать неплохо но все же проигрывать тому же ван плюсу или а брендом то же самое касается ночного режима пусть он тут второй версии но тем не менее не самый лучший результат второй глазок теле объектив диафрагмы 2 и 5 13 мегапикселей и я бы его выделил отдельно потому что он позволяет фотографировать в пятикратном оптическом зуме и двадцатикратным цифровом в такой ценовой категории вот у этого смартфона подобного объектива просто нет ни у кого 3 широкоугольный объектив 115 градусов диафрагма 2 и 2 8 мегапикселей фотографирует средне мылит но сейчас это болезнь абсолютно всех смартфонов четвертый модуль 2 мегапиксельный для замера глубины и наконец нет макро модуля вот как его здесь нет хотя в клумбе цветы фотографировать тоже можно на основной неплохо получается ну не чудо ли а что касается видео возможности они вас не огорчат потому что это 4к это 60 кадров в секунду при таком разрешении стабилизация правда электронная но с технологией uis супер антишейк ну и замедленное видео 720p при 960 кадрах в секунду фронтальная камера 16 мегапикселей диафрагмы 2.0 сенсор от sony спрятана в каплевидном вырезе естественно здесь есть 600 500 миллионов всяких фильтров для бьютификации которые позволяют сделать из вас принцессу но это конечно ужас хотя фронталка здесь на мой взгляд прям супер раз два оценивайте фото сами и пишите как вам эти фото о чем я еще не сказал понятное дело здесь есть что здесь есть nfc без nfc за 35 косарей но это было бы стыдно но здесь nfc есть это просто отлично поддерживаются также все бэнды lte в россии все есть можно вот за это не переживать в комплекте есть 50 ватная зарядка от которой можно даже макбук зарядить согласитесь это удобно ну и конечно же силиконовый чехол что касается операционной системы здесь android pipe с 9 версии с оболочкой color os61 где уже есть встроенная темная тема и естественно ждем обновления до 10 андроида выводы самое ваше любимое экран 90 герц зарядка супер просто быстро вообще ни у кого такой нет камеры над камерами надо поработать потому что не самый лучший внешний вид неплохой кнопки разнесены по сторонам темная тема есть 35 тысяч рублей за среднюю версию 40 за максимальную я думаю здесь очевидно что если вы фанат а вес оболочек китайских то вот этот смартфон можно брать не запаривать за свои деньги он действительно предлагает много всего полезного особенно экран в 90 герц блин услышите да real me действительно на рынок прямо так зашли и уходить не собираются за 35 косарей но на мой взгляд космос получился а вы не забывайте подписываться ставить колокольки лайки и комментарии тоже оставлять